Всем привет! Ловлю для вас хорошие солнечные деньки. Как ни странно, их не очень много, хотя у нас и июль, макушка лета на дворе. Но вот, тем не менее, нахожу, чтобы было вам красиво всё это видно на экране. Я, друзья, обещала вам показать в своём прошлом видео «Свои бродилки», так я называю наши неспешные прогулки вместе по красивым местам острова, по красивым улицам, где я показываю вам палисаднички, красивые дома. И мы вместе с вами этим наслаждаемся. Так вот, друзья, сегодня у нас будет именно такое видео. Усаживайтесь поудобнее, начнём. Ещё один огромный дом, посмотрите, на продажу. «Свои бродилки» и для аренды. Видите, написано «телефон». Кстати, как это интересно! Я никогда этих новых домов не видела, чтобы они продавались. Здесь написано «for sale». «For sale» – это значит «на продажу». Может быть, они продавались и продаются частями. Как говорят, что продаётся от этого дома просто какая-то часть опять, 25%, 45% и покупается. Не знаю, как это работает. Когда-то, я помню, мне муж сказал, чтобы я никогда не связывалась с этим делом. Посмотрите, я остановилась опять возле этих сумасшедших маков. Дом просто замечательный. Посмотрите, просто... Даже я бы с удовольствием, конечно, жила в таком доме. Но интересно, сколько же стоит в этом доме квартира? А вот видите, дверь открыта у людей сюда в красивейший этот садик. И вид здесь, посмотрите, какой грандиозный. Здесь за кустами океан. Сейчас покажу вам. Посмотрите, здесь какая панорама шикарная. Вид грандиозный. Грандиозно. Красиво. На самом деле красиво. В таком доме я бы не отказалась жить. Посмотрите, еще красивейший дом. Даже я уже теперь запуталась. Это дом жилой? Или это отель? Как здесь здорово. И прямо от этих двух домов показываю вам. Смотрите, чтобы было понятно. Вот такой вот спуск туда вниз, к океану. Так как мы по низу там ходили много раз, а вот по верху здесь я никогда не ходила. И я хочу вам показать именно вверх. Вот видите, продано. Продано пике. Значит, эти здесь продаются. Вот такие вот маленькие. Как это называется? Такие малюсенькие, наверное, комнаты, которые люди, наверное, покупают опять на холоде. Вот видите, написано. Клифф хаус. Клифф это обрыв. Хаус это дом. Дальше стоят уже садельные, большие дома. Тоже написано. Клифф хаус. Опять маки сумасшедшие здесь. Что здесь? Любители этих маков. Как интересно. Посмотрите, как здесь уютно расположились эти домики. И какой здесь для них роскошный вид. И какой здесь свежий воздух. Ну, друзья мои, я просто балдею. Скажу вам по правде. Ну, вот и то же. Никогда я не встречала, чтобы эти дома выставлялись на продажу. Вернее, как. Понимаете ли, возможно, они и выставляются на продажу. Но так как я смотрела дома, квартиры, вернее, даже, до 150 тысяч фунтов, не выше, А эти все дома наверняка выше. Это уж однозначно выше 200, 300, а может быть даже и 400 фунтов стерлингов. Поэтому я их и не встречала, конечно же. Ну, до чего красиво здесь жить. Ну, до чего красиво здесь жить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Я захожу тоже случайно и наслаждаюсь вместе с вами, когда всё это я снимаю. Я рада, что сегодня уже прогресс дошёл до того, что мы с вами можем запечатлеть всю эту красоту для всех и надолго. И ещё один дом. И вот тоже интересно, как по-разному живут люди, да? У кого-то там стоят огромные высоченные заборы и сигнализация. А у кого-то, вот смотрите, видите, такая невысокая стенка. И здесь же гуляют люди, пожалуйста. Не боятся. А кто-то страшно боится за свою жизнь. Ой, как пахнет здесь цветами, не знаю, какими. Запах. А, наверное, вот эти вот гвоздики, что ли, или что это? Запах обалденный. Да, надеюсь, что вы не пожалели. Так же, как и я не пожалела, что пошла сюда вот этой тропиночкой. А сколько ещё таких мест, о которых я не слыхивала и вам не показывала? Как же, как же ещё показать вам эту красоту? Ну, вот здесь немного видно опять. Огромные дома. Шикарные. Каждый со своей специфической архитектурой. Очень красиво. Ну, вот, как говорится, кто бы мог подумать, что вот там внизу. И я гуляла постоянно. Сейчас попробую туда протянуть я эту свою камеру. Хотя я боюсь. Вы знаете высоты. Ну, вот, я показываю вам, видите? А теперь смотрите, этот же самый берег. Это вот я стою на самом краю обрыва вообще-то. Который здесь опасно очень. Просто завешан сеткой. Найду и покажу вам видео, которое внизу там я снимала. Показываю вам поближе вот этот обрыв. Если подойти под самый обрыв, неприятно. Он ещё таким козырьком здесь свешивается. Обрывы и ополтни сплошь и рядом случаются здесь. Странно, что это набережная и не укреплён этот обрыв. А вообще, конечно, что я могу сказать по поводу этих домов здесь, таких красивых. Давным-давно они, конечно, здесь уже, посмотрите, судя по всему. Вот там вот вдалеке, посмотрите, какой колоритный дом. Бангало маленькое. Просто какое-то сказочное всё. Согласитесь. Просто сказка. Но, что я хочу сказать. Посмотрите, вот я поворачиваюсь медленно. Видите, вот это, вот это вот заборчик зелёненький. И сразу же за ним обрыв, который я вам только что показала. То есть, сколько здесь? Ну, может быть, что и много здесь расстояния. Вот сколько, даже я не могу сказать. Ну, метров 15, наверное, метров 15-20 до этих домов. Но ведь то, что здесь постоянные обрывы, оползни и никак не укреплён этот берег, странное дело. Но ведь это всё когда-то может обрушиться. Вот, показываю вам обрыв. Ну, друзья, не знаю. Люди уповают на то, что всё обойдётся. И что их здесь эта чаша минует. Да, на самом деле, было бы жалко, если бы люди потеряли вот такие вот свои домики сказочные. Просто один другого краши. Ну, друзья, согласитесь, что красота. Здесь у нас опять дорога разветвляется. Вот, видите, здесь я гуляю вот оттуда. И можно пройти туда. Это будет у нас центр, скорее всего, города Сандаун опять. Можно продолжить свою прогулку здесь. А вдоль, по второму ярусу, так уже теперь я скажу, по второму ярусу, вдоль пролива Ла-Манш. Там, где мы с вами ещё никогда не гуляли. А вот строится ещё один домик красивый. А здесь, видите, стоят вот эти вот столбики. Это стоят они для того, чтобы не проезжали машины дальше здесь. Только прогулочная вот эта вот дорога. Ну, и вы видите опять же кругом эти заборы. Заборы страшные, но за заборами, уверяю вас, тоже есть что посмотреть. Там, скорее всего, вот за каждой такой калиткой. Ах, красивейший дом. Шикарнейший опять. Один из многих. И вот ещё один шикарно расположившийся здесь. Современный новый дом. С прекрасным видом на пролив Ла-Манш. Посмотрите, покажу вам панорамку. Вот такая панорамка у этого шикарного дома. И вы слышите нескончаемый гул этой газонокосилки. Те, кто спрашивал у меня, почему не видно и не слышно, чтобы англичане убирали в свои садики. Убирают ещё как. Но я стараюсь же, конечно, вам этого не показать. Казалось бы, вот дорожка эта вдоль океана, сделали бы её вот такой сквозной, чтобы можно было просто идти гулять столько, сколько хватит сил. Всё вдоль, 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 вот так. Но почему-то вдруг вот эти вот дорожки прогулочные, они прерываются. Прерываются. И вот как я, например, не знала, что она продолжается дальше где-то в другом месте. Где-то продолжается, где-то нет. Как это найти, выйти дальше, чтобы продолжить вот такую вот прогулку вдоль здесь, не получается иногда. И вот приходится, вы знаете, обходить просто через центр порой. Вот как я сейчас обошла. И вообще-то думать не думала, что я смогу выйти ещё в одно шикарное место. Точно такая же прогулка, как обычно у меня бывает. Странно. Непонятно порой. Так, всё-таки... Всё-таки придётся мне покупать какой-то специальный навигатор, специальную карту со всеми вот этими вот прогулочными маршрутами. Идти мне здесь ещё далеко. Я всё-таки хочу посмотреть, куда я выйду опять, чтобы мне уже не теряться и иметь представление обо всех этих чудесных... Вот такие длинные сегодня у меня бродилки, друзья, с вами. Я бы хотела увидеть ваши лайки, если вам нравятся просто такие мои прогулочки. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»